Мы вновь на малой арене спорткомплекса Шериф, где сейчас уже должен начаться второй тайм отборочного матча чемпионата Европы среди молодежных сборных. Молдавия принимает Албанию и после первого тайма выигрывает со счетом 1-0. Единственный мяч в самом дебюте первого тайма забил Артем Хачатуров с 11-метровой отметки. Пенальти этот был назначен за снос в штрафной площадке Раду Гансаря. Хачатуров пробил, пробил чуть самоуверенно, слабо послав мяч, который сумел отбить перед собой голкипер сборной Албании. Но тут же сам же Хачатуров, набежав со второй попытки, все-таки отправил мяч в ворота. После этого в сборной Молдавии был еще один великолепнейший шанс забить второй мяч. Еще один пенальти Крис Рейш, на этот раз за снос Никологла, назначил в ворота сборной Албании. Но Раду Гансарь пробил неудачно и голкипер с Стиви Фрашери с этим ударом справился. Поэтому счет у нас остался прежним 1-0 и с минимальным преимуществом сборная Молдавии пока ведет счет. И первая замена, и замена эта состоится у сборной Албании. Ушел с поля седьмой номер Эдон Хасани, вышел вместо него Василиш Куртай. Вот такой вот албанский футболист с украинским именем Василь. Да что? Посмотрим. Это провод идет туда, ты это знаешь? Да, где будет играть этот самый Василь Шкуртай. А у сборной Молдавии замен нет, и я с ее состава, наверное, начну. Вернее, со сборной Молдавии начну объявление состава. Денис Руссу в воротах, Иоанн Жордан 2-й, номер 3-й Артем Хачатуров, 4-й Александр Скрипченко, 5-й Максим Антонюк, 6-й Александр Время, 7-й Георгий Никологло, 8-й Сергей Георгиев, 9-й Анатолий Кептиня, 10-й Раду Гунсарь и 11-й Максим Богю. Состав сборной Албании. Стиви Фрашери, первый номер, 3-й Шпент Маташи, 4-й Аганит Салай, 5-й Элвис Пренчи, 6-й Мергим Байрактари, вместо 7-го номера Айдона Хасани вышел Василь Шкуртай, 8-й Мергим Брахими, 9-й Беким Баля, 10-й Альфред Дели Алиси, 14-й Армандо Ваеши, 15-й Арбнор Фейзуллах. Такие составы тренирует сборную Албании Шкендер Гега, тренирует молодежную сборную Молдавии Александр Куртияна. Судит сегодняшнюю встречу бригада арбитров из Люксембурга во главе с Крисом Рейшем и лайнсмены Марко Тропиано, Антонио де Королис. Вот такие вот арбитры. И начинается у нас второй тайм с атак сборной Албании. Надо сказать, что порой половину тайма первого сборной Албании провела активнее, и у ворот Дениса Росу было заметно погорячее, чем у его визависты в Вифрашере. Несмотря на то, что выигрывает сборная Молдавии, преимущество, я бы сказал, если брать суммарно весь второй тайм, я бы отдал все-таки небольшое преимущество сборной Албании. Она, пожалуй, была чуть понастырнее, и по количеству ударов, створворот албанцы тоже пока превосходят команду Молдавии. У Молдаван особо вот кроме двух назначенных пенальти с игры моментов почти и не было серьезных. Говорил я уже о том, что проходят в этот момент еще другие матчи. Правда, вот к этому моменту почти все завершились, а некоторые еще не начались. Грузия выиграла у Эстонии со счетом 2-1. Россия обыграла Польшу 4-1. Россия в Польше – это команды нашей группы, и Россия вышла на первую строчку после этой победы. Италия разгромила Лихтенштейн 7-0. Венгрия выиграла у Ирландии 2-1. Азербайджан проиграла Англии 0-2. И Латвия сыграла в Нищу с Казахстаном 1-1. Еще чуть позже начнут свои матчи Бельгия-Норвегия, Швейцария-Испания, Словения-Швеция, и Украина-Мальта, и Шотландия-Люксембург. Вот такие еще матчи сегодня в отборочном раунде молодежного чемпионата Европы запланированы. Ну а у нас сборная Молдавии пытается. Продвинуться вперед. Не особо у нее это получается. И сейчас еще могут контратаку на свои ворота. Это как раз высший на замену Василь Шкуртай начинал эту атаку. И следует удар поворотом Дениса Руссу. Не очень сильный. И прямо в руки галкиперу. Никологла. Георгиев. Кептиня. Георгиев. Все перекрывают ирландцы. Жордан. Но здесь Никологла удачно. И можно, можно разбежаться сейчас. Кептиня на Генсаря. Получает ответную передачу. И можно попробовать убежать. Кептиня нет. Не получается. По-прежнему с мячом футболисты сборной Молдавии. И вот сейчас ошибается Александр Время. И поэтому приходится фалить сейчас Георгиеву. Пытаясь мяч вернуть своей команде. Много желтых карточек было в первом тайме. Достаточно Крис Рейш так жестко. Жестко, жесткую манеру судейства выбрал. Албанцы пошли вперед. Причем это крайний защитник. А вот это может быть очень опасно уже на ударной позиции. 13 номер сборной Албании. Но вот это все как раз вышедший Василь Шкуртай. Уже второй раз очень активно подключается к атаке. К Александру Куртияну мяч еще прискакал в руки. И он сейчас отдает его Никологло. И при этом еще что-то объясняет. Успевает объяснить. По-моему не очень чем-то доволен сейчас Александр Куртиян. А вот это очень грубый фоул со стороны Гонцаря. И хорошо, что не достал сейчас желтую карточку. Люксембуржец. На восьмой минуте Хачатуров забил. Единственный пока мяч. Казалось, что игра должна после этого быть веселая, открытая. Но пока наши ожидания не особо оправдывались. Шкуртай. И хорошая передача. Обратный пас. Справились защитники. Вновь Албанцы в атаке. А вот сейчас чуть сильно, чуть сильно отправлял сейчас Буалию, партнер, в штрафную площадку. И удар от ворот. Буалию, партнер, в штрафную площадку. В пределах правил мяч отобрали сейчас у Никологла. Ну а тут где-то усмотрел нарушение правил со стороны Георгиева Крис Рёйш. Если честно, не совсем я понял, где. По-моему, все было чисто. Ну здесь тоже Ион Жордан, по-моему, правила не нарушал, как мне показалось. Уже не важно, потому как получают право на штрафной албанцы и возле штрафной прямо площадки сборной Молдавии. Поэтому сейчас, конечно, будет навес и может быть неприятно. Шпент Матуши у мяча. Подача, но не очень удачная. Это, мягко говоря, подача получилась. И возможность для контратаки у сборной Молдавии. Георгиев, Генцарь. Георгиева сбивают, но молчит свисток Криса Рёйша. И Георгиев по-прежнему на газоне. Остановит сейчас Люксембуржец игру. Но почему вот здесь откровенный, по-моему, срыв атаки был на Георгиеве. Ну, арбитр из Люксембурга. Решил, что все было честно и чисто сыграно в этом эпизоде. Если сборная Молдавии сегодня выиграет, это будет ее вторая победа всего лишь в отборочном цикле. Разницу мячей, естественно, уже не исправишь. 6 и 21. Но теоретически нужно еще 14 мячей забивать. Чтобы уйти хотя бы в нулевой баланс. Ну, Албания, несмотря на то, что показатели немногим лучше, разница такая мячей вполне себе еще, ну, не то чтобы достойная, но и не стыдная. 10 забили албанцы, 16 пропустили. Вот из этих 10 забитых 4 они забили в ворота сборной Молдавии. Ровно год назад, еще раз напомню, 6 сентября играли эти команды. Ну, а лидер по забитой мы в нашей группе это россияне и португальцы. По 15 мячей в активе той и другой команды. Правда, россияне всего 3 пропустили, португальцы 6. И у россиян еще на 2 очка больше. И последняя игра, еще раз повторюсь, последняя игра россиян как раз со сборной Молдавии. Состоится она во вторник, если я не ошибаюсь. 10 сентября. Это понедельник. 10 сентября это понедельник. Вот в понедельник выезд в Россию предстоит молодежной сборной Молдавии. Ну, а поляки будут принимать португальцев в последнем туре. У нас албанцы сейчас попытка ударить из предела штрафной. Но вот этот удар, он, конечно, будет защитным как ударствор, но... Разминка для Дениса Руссу, как говорят в таких случаях. 10 минут во втором тайме сыграно. Счет по-прежнему 1-0. Вновь албанцы идут вперед. Нарушение правил. Еще сейчас будет, по-моему, одна подача штрафную. По крайней мере, почти вся сборная Албании там уже штрафной или на входе. Следует подача. Руссу должен этот мяч забрать. И ситуация похожая на то, что была в первом тайме с Ионом Жорданом. Тогда Крис Рейш наградил капитана сборной Молдавии желтой карточкой. А вот Аганит Салай этой участи избежал. Хотя момент был похожий. По-прежнему нет замены сборной Молдавии. И сборной Албании уже вторая. 15-й номер поля покинул Арбнур Фейзюлах и вышел вместо него Бруно Дита. А вот и Александр Куртиян, по-моему, готов первую замену сделать. Петр Леука. Замена в команде сборной Албании. Выйдет сейчас на поле. Петр Леука. Игравшего под номером 15, выходит Бруно Дита, номер 2. Собституция футбол-тима Албании. Плеер-Арбнур Фейзюлаху, номер 15. Плеер-Им Бруно Дита, номер 2. Ну, кого поменяет Петр Леука? Думаю, что догадаться тут не особо сложно. Время. Георгиев и там справа Никологло получает передачу. Пошел вперед Никологло. Можно и пробить уже, наверное. А дача. Ах, снимают с головы, но следует удар сейчас Кептине. Не попадает створ. И это было последнее действие Анатолия Кептине на поле. В этом матче, по-моему, или нет? Да, уходит с поля Анатолия Кептине. Вместо него Петр Леука. Честно говоря, я другую замену ожидал, но вот так вот решил Александр Куртиян. Ну, и как у нас сейчас будет перестановка. Уйдет направо, значит, наверное, Сергей Георгиев. Игравшего под номером 9, выходит Петр Леука, номер 17. Петр Леука занимает позицию центрального нападающего. А Раду Гансарь чуть глубже отодвигается. Раду Гансарь, Никологло. Второй подряд уже проход Никологло. На этот раз, правда, ему спину поставил защитник сборной Албании. И врезался, и сфалил в итоге. Георги Никологло. И тут же албанцы уже возле штрафной сборной Молдавии. Будет сейчас, наверное, горячо. Подача идет штрафную. И нет, отбились. Отбились, это время. И Леука, беги, Леука. Со свежими силами. Но молодец здесь Аганит Салай. 15 минут сыграно во втором тайме. Полчаса осталось играть. Диноль, напомню еще раз, единственный мяч. Забитый Артемом Кучатуровым на восьмой минуте с 11-метровой отметки. Показ. И остается единство. Ну, вот и мы можем так сбрасывать мяч в ротарию. Две похожие ситуации. У одних и у других ворот. И Александр Куртиян. По его лицу не скажет, что его команда выигрывает. Пусть и со счетом 1-0. Георгиев. Генцарь. Генцарь. Генцарь уже в штрафной. Генцарь по-прежнему. И все-таки отбирают у него ночь. Нет нарушения правил. Крис Реич не дает свистка. Можно играть. Генцарь. Активно обмениваются репликами. Сейчас те и другие. Слышно и Шкендер Агегу, и Александра Куртияна. Ну а это Крис Рёвич. Люксембургский рефери. Трупным планом. Георгиев. Георгиев, он пока один. Генцарь. И Калагла. Дальше на Генцаря. И вновь утыкается в защитника. Ну попытка хорошая сейчас за спину защитнику забросить мячника Георгиева. Заканчивается она перехватом сборной Албании. Контратакой 2 в 3. Даже почти 3 в 3. Хороший перевод. Здесь никто не заметил сейчас 14 номера Армандо Ваеши. И он в касание пытался пробить в ближний угол. Который, правда, закрывал Денис Руссу. Но и к тому же не попал еще Албанский форвардствор. А перевод хороший. Смотрите, какой. Практически на ногу. Я не знаю, к сожалению, какая левая нога у Армандо Ваеши, рабочие или для ходьбы. Но этот раз удар с левой слета не получился. Но справедливость ради сказать, что, конечно, не самый простой элемент. И у каждого так получится. Время. И забегание увидел он сейчас. Хорошее забегание. Кто это был? Это был Максим Антонюк, который сейчас оказался в осаде. Еще одна замена будет у Албанцев, по-моему. Или просто разминаться игроков своих. Отправил Шкендер Гега. Одиннадцатый номер Албанцев пошел разминаться. Джельбрим Тахипит. Ну, Александр Куртьян на этот раз играет на опережение. И он выпустит его на проданное сейчас. 20 минут во втором тайме сыграно. Фактически половина. Но чуть меньше. А тут опять очень хорошая атака получается. У Албанцев очень опасно. Будет удар. Следует удар. Руссу чуть отпустил мяч. Но молодец. Среагировал очень надежно сейчас. Вот это уже по-настоящему горячо было у ворот сборной Молдавии. Отличный момент. Показывает нам Мергима Байрактари. Это он был. Да, это был он. Хорошо здесь на замахе от одного. Ушел от второго. И пробил с левой ноги в ближний угол. У нас замена. Пока мы смотрим еще этот момент. Еще раз момент с ударом Байрактари. И сейвом Дениса Руссу. Замена у сборной Молдавии. Сергей Георгиев с поля уходит. Уступает он место Иону Продану. Под аплодисменты болельщиков, которые сегодня на матче Сергей Георгиев в поле покидает. Естественно, его здесь любят. В Тирасполе. Как и Анатолий Акептини, который чуть раньше с поля ушел. Замена в команде сборной Молдовы. Вместо Сергея Георгиева. Замена под номером 14. Выходит Ион Продан, номер 14. Байрактари. Ну и очень легко отбирают мяч албанцы. И даже не приходится для этого возвращаться назад. Скрипченко. Аут. Александр Куртиян обращается сейчас к Петру Леуке. Придержи мяч, подержи мяч. Ну, правда, Леуку-то и по сами сейчас не то, чтобы очень сильно награждают партнера. Но именно для этого, наверное, и выходил Петр Леуко на поле по задумке Александра Куртияна. Но пока это не особо получается. Ну и сложно там Леуке, конечно, мяч подержать, когда в атаке чаще находится сборная Албании. Вот сейчас зарабатывает очень опасный штрафной. И тут же сразу два высоких защитника сборной Албании побежали в штрафную. Салай и Принчи. Шесть футболистов сборной Албании сейчас в штрафной площадке. И даже в седьмой деле Алиси туда тоже направился. Семь уже игроков. Подача идет. Опасно очень. Нарушил правила здесь Беким Баля. Но и он в любом случае из твор не попал. К досаде Шкендера Геги. И вот здесь облокотился, конечно, он на защитника и руками отталкил. В общем, законное и объяснимое решение Криса Ревиша. Жордан. А вот в пользу сборной Молдавии. Жордан. Гонцарь. Чуть не перехватили эту передачу, но остается с мячом сборной Молдавии. Время. Алиука. Опять не смог замерзиваться пицца. Ну и передачу ему опять же делали очень неудобную. На в сайт. Не очень высокий темп во втором тайме. Да и в первом он был не особо высок. Но во втором мы вправе были ожидать поинтереснее что-то. Потому как албанцам нужно что-то предпринимать. Вряд ли они хотят скатиться в последнем своем матче на последнее место. Не самая приятная перспектива. И поэтому может быть на последние 20 минут есть еще силы как-то ускориться прежде всего гостевой команде. Но и сборной Молдавии это может быть даже в какой-то степени будет на руку, чтобы попробовать половить на контратаке гостей. Еще на нарушение в атаке. И вновь Бекиму Баля негодует. Ему наверное сегодня снится будет Крис Рёиш. Потому как ну ж фолов пять наверное я только в исполнении Бекима Баля в нападении сегодня припомню. Очень пристально за ним наблюдает арбитр из Люксембурга. А сейчас получит желтую карточку Денис Руссу на 70-й минуте за 20 минут до конца матча получает желтую карточку за затяжку времени Денис Руссу. Но если с 70-й минуты тянуть время, да, это наверное со сборной Албании дома. Ноу комминс, как говорится. Замена в сборной Албании. Альфред Дели Алиси уходит с поля. Уступает он место Джильбриму Тахипи. На вкус и цвет у нас сегодня имена и фамилии у игроков сборной Албании. Можно с короговорками, если попробовать 10 фамилий подряд, короговорка получится неплохая. Не получился у Гонцаря сейчас. Не получилось передать штрафную, но тут подбор время забирает Никологла. Антонюк. Антонюк можно налево сыграть. Боги уходит Джильбрим Тахипи. Боги делает неудачную передачу. Собституция футбол-тима Албании. Плеер-раунд Альфред Дели Алиси, номер 10. Плеер-рин Джильбрим Тахипи, номер 11. Но Александр Куртиян отправляет разминаться. Пока лишь разминаться Константина Еворского. О замене речь пока не идет. Может быть чуть попозже. Фолл теперь возле ворот Стиви Фрашери. Ну вот. Слышали вы. Александр Куртияна. Подача. И отбились опять албанцы. Но здесь молодец, время. Успел выбросить ногу. Мяч ваут выбить. Потому как там опять же наклевывалась такая неплохая. Атака у сборной Албании. Подножка Жордану. Матриченко, Матей и Еворский еще могут выйти. Это из полевых игроков, которые остались в распоряжении Александра Куртияна. Ну и Дмитрий Стожило. Голкипер. Думаю, что он вряд ли появится на поле, если вдруг. Тьфу-тьфу. Ничего не случится с Денисом Руссу. Натанюк на левом фланге. Генсарь. Обыграл сейчас своего оппонента Генсарь. И что в итоге? В итоге удар от ворот. Именно от баллиста сборной Молдавии мяч в поле покинул. Все это за 15 минут до завершения матча. Ну, чуть больше. Баля. Не нужно здесь нарушать правила. Хотя же Жордан так очень плотно Ваеша преследовал. И доставалось тому даже по ногам, по-моему. Но Ваеша не стал падать. Баля. 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 центр здесь никологло и жордан качатуров сильный пас вперед и тут весь тренерский штаб и еще и три по с трибун несколько человек кричали сейчас левуки беги подумал побежал на было уже поздно а мы сейчас смотрим очень опасную атаку сборной албании упускает очень хороший шанс бекимбаля сейчас но есть есть на самом деле почему определять претензии сейчас своим защитникам денису русу поля их хорошо обыграл но вот здесь обыграл скрипченко бекимбаля и из ударной позиции пил целил в девятку дальнюю но не попал метров с 13 наверное с 12 удар а 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 еще одна простейшая потеря в очень простой ситуации и чуть-чуть не прошла эта передача на ваеши начались у нас другие матчи еще которые параллельно но счет не открыто ни в одном из них поэтому поводов что-то отмечать нет особенных у нас вновь в атаке сборной албании прибавляют и прибавляют гости шкуртай каруселил здесь на правом фланге но отобрали все таки у него с грехом пополам мяч и вот сейчас может что-то получится генсарь ускоряется лиука генсарь ему передачу не смог сделать точную а лиука вот выйдя фачит фактически еще может быть даже мяча не касался при том что вот играл он же наград на поле на минут 10 15 точно еще одна атака сборной албании будет удар сейчас поворотом русу молодец галкипер и на этот раз надежно мяч фиксирует еще одно нарушение правил 10 минут до завершения матча шкуртай отобрали все таки от него мяч у него так правильно но сейчас должны пойти ва банк уже албанцы и при том что они так достаточно активно тут чувствует себя на половине поля сборной молдавии сейчас они должны уже но все какие есть уже свои скрытые не скрытые резервы подключать ничейный результат оставит сборную молдавии на последней строчке а если выиграют хозяева то поменяются они местами со сборной албании у албанцев уже более того не будет возможности эту ситуацию исправить мало кому наверное на свете такая ну радуется такой мало кто радуется такой перспективе по итогам отборочного цикла так казаться на последней строчке нас еще одно предупреждение радуга сарева получает за фолл центре поля наверное как срыв атаки расценил это нарушение крис рейш но за футболку здесь еще и рукой прихватил гансаре салая было это все буквально в метре от люксембургского рефери хотелось бы много конечно сейчас чисто отобрали мяч у шпенда матушина баллисты сборной молдавии но было нарушение правил так могли два одного убегать выпускают мяч албанцы а у нас тем временем уже последние десяти минутка пошла шкендер гега уже сам готов на поле выйти в центре поля с мячом албанцы матуши баля не доходит мяч до форварда сборной албании ну и вот ли ука наконец-то мячом завладел тут же его потерял а вот здесь боги у то вон по моему и нет нарушения правил нужно возвращаться но попробуйте убежать генсарь опять не получается протолкнуть мяч мимо полузащитника опорного сборной албании и пошли вперед гости вновь может быть опасно чуть-чуть не получилось у ваиши сейчас вырваться один на один застрял мяч в ногах и угловой тем не менее у ворот дениса россу и сейчас наверное почти вся албания ну вряд ли пойдет еще галкипер туда штрафную но почти вся команда албании наверно будет сейчас штрафной а александр куртиян думаю что присутствует сейчас его тираде непечатные выражения подача опасно очень денис россу кончиками пальцев мяч тут вытаскивает я не уверен что он летел в створ но в любом случае браво галкипер сборной молдавии и угловой с другого фланга брахими идет его подавать идет передача опасный удар и вновь в руки нашему галкиперу которого с выбором позиции сегодня в воротах все отлично еще раз смотрим вот это вот такой коварный очень удар получился у василия шкуртая то ли пил то ли передачу он туда делал надеждин кто-то и партнеров переправить мяч ворота но как бы то ни было денис русу пришлось тут вытягиваться что чтобы достать мяч пальцами пока мы смотрели у нас сборная молдавии провела атаку которая впрочем ничем серьезным ворот албанцев не закончилась и игра уже опять возле штрафной дениса русу норвежцы повели в матче против бельгии если кому это интересно есть поклонники норвежского футбола сейчас телевизором и вновь албанцы вперед это уже крайний защитник подключился ваиши простреливает опасно вновь баля с разворота бьет на месте русу придавили придавили сейчас албанцы и пошли моменты что самые неприятные ворот сборной молдавии не просто уже мяч на половине поля а именно эпизоды уже возникают шансы для того чтобы мяч забить и вновь атака теперь правым флангом и очень опасно удар в ближний угол не попадает створ бекимбаля нет это не бали был это был мергим прохими последняя пятиминутка уже идет 1-0 гол хачтурова артема хачтурова на восьмой минуте остается единственным пока в этом матче ну вот забил бы раду генсарь второй пенальти и мы бы с вами вот такой концовки не получили все было бы наверное ясно уже к этой минуте если бы такой бы результат сохранился ну а так у нас очень весело и у албанцев будут в любом случае после этой игры серьезные претензии к люксембургскому рефери потому как наверняка они сейчас считают все что было пенальти за фол против брахими на свисток крис ареша промолчала петр люка в правильном положении получает мяч нет офсайда он уже в штрафной отлетает от него какой шикарный просто мяч нужно смотреть повтор критиковал я 17 номера сборной молдавии за то что он очень пассивно вошел в игру и вот так вот первый же момент петра лиука реализовал причем сделал это очень эффектно в ближнюю девятку шкендер гега здесь четвертым арбитром продолжает разговаривать про тот фол который мы уже с вами забыли смотрим еще раз петр люка вот здесь скорость уже потерял здесь боролись плечо в плечо на селвисом пренчи и такая пушка в ближнюю девятку конечно огромные вопросы здесь стиви фрашери должен мне как мне кажется он был справляться с этим ударом но удар еще получился у леуке просто великолепный шикарный гол 2-0 сборная молдавии повела в матч против албании это уже на 99 и 99 сотых победа я так считаю можете со мной не согласиться но по такой игре мне кажется что не должны упустить сегодня победу сборной молдавии хотя вот сейчас забили бы албанцы и наверное многие бы на меня обиделись бикин баля тут еще желтую карточку получил нам показывают честно говоря я не знаю за что упустил момент может быть разговоры с арбитром не знаю продолжается атака сборной албании еще одна подача и вновь очень опасно шкуртай пил заблокировали его удар или попал защитника как угодно леука борется за мяч и леука выходит галкипер вовремя еще одна замена сейчас будет у александра куртияна угловой пока мандрыченко появится константин мандрыченко на поле выйдет тринадцатый номер можно провести эту замену сейчас последняя минута матч тем временем у нас пойдет а мандрыченко меняется максима боги у попросил его сейчас крис рейш побыстрее поле покидать и максиму надо это прислушаться к этому совету потому как у него есть желтой карточкой он может так до замены не добежать на самом деле но правда здесь все в порядке максим боги не стал рисковать и так нормально в нормальном рабочем темпе поле покинул и сейчас получил рукопожатие от александра куртияна смотрим угловой ворот дениса русу подача леука помогает и собственный штрафной леука и в есть счет давайте попробуем убежать можно и третий забить попробовать никологло но здесь преимущество у защитника хотя нарушение правил в центре поля зафиксировал крис рейш три минуты добавляет люксембургский рефери и это добавленное время уже пошло 2-0 артем качтуров а петр леву к автор забитых мячей но тут подыграл невольно сейчас люксембуржец албанцем если так все и закончится 2-0 еще раз давайте все-таки посчитаем наши шансы у молдави из бурной молдавии станет 6 очков у албанцев останется 5 и албанцы уже очков не наберут это последняя их игра в этом отборочном цикле но у сборной молдавии будет еще выезд в россию где конечно нужно постараться чтобы сыграть достойно потому как россияне будут еще раз повторюсь очень мотивированы им нужна будет победа для того чтобы не смотреть за тем как играют португальцы албанцы отыгрывают один мяч это элвис пренчи придя в штрафную забивает поражает угол ворот дениса русу и еще минута фактически есть распоряжение сборной албании может быть и рановато мы шансы стали считать и подводить какие-то итоги элвис пренчи перевисел в воздухе здесь всех и ну понятно может быть почему его тут за ним никто так пристально не смотрел пренчи не приходил фактически не в штрафную в этом матче а вот тут неожиданно причем это тоже не стандарт это обычная атака с игры пришел ух ты не начудили сейчас едва албанцы шкендер гега гонит свою команду вперед времени совсем немного у них остается но остается и одна из последних атак в сегодняшнем матче полминуты нужно отбиться и нарушение в атаке сейчас крис рейш фиксирует со стороны албанцев это еще какие-то выигранные секунды ну да здесь конечно бекимбаля очень опасно сыграл долго оказывают помощи сиону продану по моему там неприятно очень получил то ли по лицу то ли груди вышли на замену и он продан и сейчас будет покидать поле в сопровождении врачей во время естественно добавленное уже и стекло но думаю что крис крис рейш еще чуть добавит потому как проданну с минуту наверное пролежал на газоне передача на ли уку и будет сейчас спешить стиви фрашери сколько даст доиграть вот вопрос главный люксембуржец последняя наверное последняя атака албанцев в этом матче передача ой 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 едва свои ворота сейчас по моему это скрипченко был не пробил и угловой угловой это очень опасно и по моему крис рейш намерен дать его выполнить албанцам ух ты подача на дальнюю штангу еще одна подача и 100 мяч не в воротах нет отбивается фу или нет и вот только сейчас звучит финальный свисток крис рейша вот такая у нас концовочка можно выдыхать албанцы обступают сейчас люксембургского рефери не знаю что они просят то ли вспоминают тот момент с пенальти вот и с неназначенным по их мнению пенальти шкендер гега тоже четвертому арбитру что-то объясняет сейчас и албанцы по-прежнему тоже общаются албанцы на газоне они занимают последнюю строчку им очень обидно тем более что вот сейчас на самых последних уже секундах едва не затолкали мяч тут еще и александр куртиян со шкендером гега что-то не поделили тоже успели несколько повздорить здесь интересно как они сейчас будут себя чувствовать на пресс-конференции рядом друг с другом продолжится ли эта перепалка об этом вы сможете узнать во вторник в программе и компенсированное время где в бою подробно тоже все вам расскажем ну а сборную молдавии давайте поздравим с тем что поднялась она с последнего места и избавила себя от этой неприятной участи не знаю можно ли с этим поздравлять конечно это не бог весь какое достижение но тем не менее не очень приятно было бы заканчивать турнир на последней строчке смотрим забитые мячи нарушение правил на гансаре артем хачатуров бьет небрежно но тут же исправляет свою ошибку добивая мяч в ворота о сборной албании были отличные шансы были отличные моменты честно говоря я бы не сказал что албанцы играли хуже намного хуже сборной молдавии но этот как говорят таких случаях счет на табло и счет он оказался в пользу сборной молдавии вот мы смотрим все моменты сборной албании попали фактически в обзор это в основном конечно эпизоды второго тайма в первом албанцы были не так активны ну а это гол красавица лиуки защитник падает очень не кстати для албанцев из такого острого угла в девятку с левой ноги поражает семнадцатый номер сборной молдавии устанавливая как казалось окончательный счет но албанцы даже в такой ситуации умудрились вернуть интригу матчу когда казалось ее уже нет она уже умерла на добавленное уже время сборной албании сокращает разрыв счете делает это элвис пренчи и после этого был еще один ну шикарнейший момент когда просто каким-то чудом не попал мяч ворота сборной молдавии вот этот пожар пожарище я бы сказал смотрите как здесь не затолкали просто удивительно там и денис русу сыграл по моему и защитники с копом отыграли в общем удалось сохранить победный счет сборной молдавии спасибо что смотрели обязательно увидимся и хорошего вам настроения спасибо 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 спасибо